на тему старения и перековидным всем проблемам. В какой-то степени этот доклад я уже делал на заседании жилобольного качества жизни, но сейчас я немножко его переформатировал, добавил довольно много чего туда. Значит, этот доклад никем не спонсируется, это, так сказать, доклад ума и сердца, что называется. Я напомню, что наша страна относится к странам очень быстро стареющим, у нас идет большое накопление пожилых людей, и эта пирамида, которая всем хорошо известна, она выглядит следующим образом. Вот это вот войны и репрессии в 20 веке, это, соответственно, появились дети войны и репрессии, провал огромный, затем пошло вот 50-60-е годы рождения, это массовое послевоенное поколение, видите, здесь тоже провал, идет внуки воин, дети послевоенного поколения, правнуки войны и репрессии, правнуки, ну и, в общем-то, конечно, к сожалению, мы видим, как у нас количество молодых людей сокращается, количество пожилых людей уже становится очень большим, и впереди еще больше. Вот, при этом надо отметить, но это не имеет отношения к сегодняшним докладу, просто, что большая часть людей сегодня уже живет одиноко, да, 40% взрослого населения проживает одиноко, это касается не только взрослых и пожилых, но и молодых людей тоже. Нам все время рассказывают про скрининг, что скрининг от рака спасет нас, смотрите, ничего он не спасет. К сожалению, никаких прибавок от проведения скрининга нет, да, значит, заключение, это 23-й год, только что, август, имеющиеся данные не подтверждают утверждение о том, что обычные скрининговые тесты на рак молочной железы, легких, кишечника, скрининговые тесты на рак спасают жизни, продлевают продолжительность жизни, за исключением, возможно, скрининга колоректального рака с помощью ректоромоноскопии. Ну, сюда же, естественно, относятся и рак простаты. Не работают скрининги, ничего не получается. Лечить, да, лечить мы сейчас научились, неплохо, новый препарат, огромное количество, но деньги мы в основном тратим на скрининги. Вот, и поэтому сегодня на первое место, хотим мы того или нет, выходит патология сосудов. Здесь мы многое умеем, и, собственно говоря, теория старения, которая была предложена более 20 лет назад, но она так и называлась, эндотелиально-тромбоцитарная модель, она звучит следующим образом. Старение организма – это снижение функций органов и тканей, связанное с фибропластическим и структурным их перерождением, в значительной мере обусловлено дисбалансом эндотелиально-гемостатического взаимодействия, действием ростовых факторов, в том числе тромбоцитарных. То есть завязываются здесь вопросы образования тромбов, активации тромбоцитов, нарушения эндотелия, и это все является основой такого старения, про которое мы все время говорим. За эти годы, за годы, когда эта теория существует, в практику очень прочно вошли методы тромболизиса, стали доступны методы революризации, в первую очередь, конечно, это коронарные сосуды, сосуды нижних конечностей. Появились последние годы, это прямые оральные антикоагулянты, которые, на мой взгляд, делают революцию сейчас. Продолжается борьба наша с адептами холестериновой теории, которая хорошо подкрепляется Биг Формой, я поэтому промолчал про статины, потому что я категорически против них. Много очень исследований про связь проблем с кишечником, с микробиотой, с сосудистой патологией, что это все друг на друга влияет взаимным образом. Ну и вот сосудистые проблемы стали выявляться, но точнее мы на них стали очень пристально обращать внимание. При гриппе H1N1 от тяжелого ДВС-синдрома до тромбовоскулита при COVID-19 мы сейчас стали просматривать отчетливую связь инфекций, новых вакцин, аутоиммунных заболеваний, сосудистой патологии и опухолей. Все это тоже связано друг с другом. И постепенно все больше изучается роль различных ростовых факторов, среди которых тромбоцитарный. И семейство нитрофинов – это новые, вновь появившиеся для изучения семейства ростовых факторов. Ну, мы пока про них знаем не так много, как нам кажется. Ну, казалось бы, все хорошо, он, да, но только тромболизис, на который очень много ушло времени, сил и надежд, быстро сдался революискаризация и стентирование. Правда, профилактическое стентирование оказалось неэффективным. И вот здесь различные работы, в частности, такая работа, что революискаризация у... 23-й год, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и низкой фракцией выброса при многососудистом поражении бесполезно. Вы видите, тут исследование, там, туда-сюда, ничего не получается, никаких снижений и никаких улучшений. Делать делается, а толку никакого. Взял я, ну, правда, не 21-го года рекомендации апологетов революискаризации. Ну, и я читаю то, что написано. Я, собственно говоря, привожу здесь прямые переводы. Очень странная фразеология, обратите ваше внимание. Хирургическая революискаризация может быть целесообразной для улучшения выживаемости. Ну, так она работает или не работает, или может быть работает. Преимущества выживаемости при чрезкожной революискаризации неистны. Обращаю ваше внимание, это ассоциации, которых впрямую занимаются уже полстолетия проблемной революискаризации. Ну, и хуже всего про пожилых. Оптимальное лечение пожилых с показаниями для революискаризации остается плохо определенным, поскольку в большинстве исследований были исключены пожилые больные и включались только группы низкого риска. Вот те приехали. То есть делать революискаризацию просто так у пациентов пожилого возраста вообще как-то получается не очень. Конечно, в мою задачу не входит сегодня борьба с операциями на коронарных артерий, но, в общем-то, вопросов остается много, и они остаются у тех, кто продвигает эту технологию, не только у тех, кто наблюдает на нее со стороны. Поэтому сегодня, вот то, что я вам сейчас процитировал, это вопросы от лица, у которых явный конфликт интересов, которых трудно заподозрить в абсолютной объективности, и тем не менее, они пишут о том, что много вопросов остается. Ну, еще хуже дело со стентированием крупных артерий. Только что разразился скандал в Соединенных Штатах из университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Название само за себя. Кто виноват в безудержном лечении заболевания периферических артерий? Самые громкие критики, самые громкие преступники. Ну, и здесь я должен зачитать все-таки, что если не нужно, не революскоризировали артерии, то риск ампутации 1%, а если провели революскоризацию в течение 5 лет 6%. Значит, сегодня не рекомендуется крупными профессиональными сообществами проводить революскоризацию просто так. Но, к сожалению, финансовые стимулы заставляют врачей делать больше революскоризации. Это подтверждается крупными кредитами, необходимостью возмещать расходы на персонал, на самообъекты и так далее. Вот, и поэтому существует стимул делать все больше и больше на операции, но и использовать дорогостоящую технологию. И среди них наиболее дорогостоящие наиболее дорогостоящие является атрактомия. И сегодня это, в общем, обсуждается в Соединенных Штатах в открытую. Революскоризация, вот, систематический обзор. 1447 пациентов от больных с перемежающейся хромотой, то есть те, кому, в общем, делают это. Значит, прогрессирование после инвазивного и неинвазивного лечения не отличались статистически. Частота ампутации и смертности от всех причин не отличались между группами. Ну, эта работа тоже поддерживает рекомендации по неинвазивному лечению как первой линии, да. Ну, конечно, у кого-то есть показания, мы здесь не обсуждаем показания и противопоказания, потому что речь идет о статистических выкладках. Но точно всем направо и налево, как метод выбора, оперативное пособие не показано. Что с длительным ковидом? Ну, во-первых, меня термин лонг ковид абсолютно не устраивает. Это вот какой-то западный термин, это не ковид. Это постковидный синдром. Но, к сожалению, это все путается вместе, и мы вынуждены пользоваться той терминологией, которая есть на Западе. Это данные CDC. Они обзванивали граждан Соединенных Штатов и выяснили, что при отсутствии, то есть вне зависимости от наличия эпизода ковида, сейчас в июне 2023 года у 6% есть признаки постковидного синдрома, а у тех, у кого был эпизод ковида, в 11%. Ну, согласитесь, это огромные проценты, и 6 и 11 – это просто гигантские. Причем четверть взрослых сообщает о значительных ограничениях активности. Английские данные, я тоже себе десет, цитировать, что качество жизни аналогично показателям при прогрессирующих онкозаболеваниях. Половина сообщает о тяжелых функциональных нарушениях, которые хуже, чем те, которые связаны с инсультом. И очень плохо с работой. 18% не смогли вернуться на работу. Значит, я думаю, что, конечно, ковид и добавил, и высветил существующие проблемы. Мы сейчас еще не обсуждаем ревматические заболевания, сахарный диабет, гипертония, о которых мы только что вот упоминали. Это тоже добавляет своих постковидных осложнений. Nature в начале 23-го года сделала такую обзорную статью. Значит, они пишут, что выявлено 200 симптомов, которые объединяют несколько систем органов. По крайней мере, 65 миллионов человек имеют. Опять длительный ковид, хотя это не ковид. Вот. Значит, у 10-30 негоспитализированных процентов и у 50-70 госпитализированных. И 10-12 вакцинированных. Ну, насчет 50-70 госпитализированных я не уверен. Мне кажется, что это чрезмерно большие цифры. Но бог с ними. Вот. И они обращают внимание на сердечно-сосудистую патологию, тромботические цереброваскулярные заболевания, диабет второго типа, миологический энцефаломиелит или же синдром хронической усталости, синдром постуральной ортостатической тахикардии. Зачем-то они выделяют отдельно. Ну, хорошо, ради бога, мы его не выделяем как отдельный синдром. Мы сосредоточились на неврологической тематике постковидного синдрома. Я не буду сегодня обсуждать в основном сердечно-сосудистую патологию, хотя постуральный синдром мы лечим, но это совсем не сердечно-сосудистые заболевания. Что они пишут в Nature? Что неврологические симптомы имеют отсроченное начало от недель до месяцев. Когнитивные синдромы почти в половине случаев, по крайней мере, через месяц после ковида. Но через месяц уже ковида как такового нет. Это уже вторичное явление. Нейрокогнитивные синдромы ухудшаются в течение времени, сохраняются долго. Желудочно-кишечный и респираторные относительно быстро проходящие. Боли в суставах, костях и так далее, и так далее. Встречается в течение года не менее, чем через два месяца. Выпадение волос, расфокусировка зрения, отеки. Все это поздние симптомы постковидного синдрома. Параосмия тоже начинается спустя несколько месяцев, но относительно быстро проходит. Значит, они же пишут, что симптом мог длиться в течение многих лет, будут пожизненными, это они так считают. Немногие люди с длительным ковидом демонстрируют полное выздоровление. Ну, в общем, будущий прогноз неизвестен. У них такой очень пессимус взгляд на жизнь. Ну, опять же, они говорят, что не могут вернуться на работу, плохо с трудоустройством, с работоспособностью. И их вывод, что в настоящее время нет проверенных эффективных методов лечения. Ну, конечно, если открыть то, что они написали про лечение, то я просто начал плакать. Значит, темпирование бета-блокатора для ортостатической тахикардии, нальтриксон при нейровоспалении, иммуноглобулин для иммунодисфункции, увеличение потребления соли для ортостатической, элиминационной диеты для желудочно-кишечных симптомов. Я читаю это, как, знаете, как будто вообще не существует evidence-based medicine. Антигистаминные препараты для синдрома активации тучных клеток, поматидин. Но, правда, вдруг у них пробивается. Применение антикоагулянтов является многообещающим способом решения проблемы. В одном исследовании устранение симптомов наблюдалось у всех 24 пациентов, получающих тройную антикоагулянтную терапию. Я боюсь, что это антиагреганты, кроме антикоагулянтов. Это кошмар, это не допустить. Дальше они же пишут это. Не я пишу, обращаю ваше внимание. Плазма ФРС также показал перспективное облечение длительных симптомов, но это довольно дорого, его преимущество низкое. Некоторые добавки к пище показали многообещающие результаты, включая коэнзим КУ-10, Дерибозу. Ну, я не знаю. Слушайте, друзья, я просто даже не готов комментировать. Единственное, что точно они правильно подметили, что физические упражнения, нагрузки вредны для больных с постковидным синдромом. И там ссылка, что 75% указали на ухудшение состояния. Ну, у нас-то все по-другому. Во-первых, все, что написано, включая синдром хронической усталости, изложено в наших рекомендациях в 2021 году. Подробнейшим образом. Рекомендация МГНОТ находится в свободном доступе. Их прочитали тысячи людей. Для лечения ПОЦ, хороший, мне нравится такой, ПОЦА. Ну, это постуральная тахикардия, на самом деле. Прекрасно работает караксан. Вот мы им пользуемся направо и налево. Эффективность антикоагулянтов, по нашим данным, 75% в случае. Плазма ФРС прекрасно работает, особенно при раннем, в первый месяц начала терапии. Если процесс запущен, долго уже длится, то, конечно, плазма ФРС на него рассчитывать не приходится. Кроме физических упражнений, крайне вредная инсоляция. Вот. Главная проблема, с которой мы сейчас столкнулись, что симптомы персистируют годами. Больные врачи уже не увязывают и с ковидом. Ну, вот, буквально на днях я разговаривал с одним сотрудником, моим бывшим учеником. У него два года постковидный синдром, ну, отчетливый постковидный синдром. Он все время говорит, да не, ну что вы, я же давно болел, да нет, ну, не надо мне ничего, надо. Все прекрасно. Дали таблетку, и все хорошо стало сразу. Вот. Поэтому в диагностике на первое место выходит симптом чекера. То есть те системы дистанционной консультации, которым мы используем, которые выявляют симптом постковидного синдрома, складывают разное состояние, они самые разные. Голова, сердце, легкие, печень, почки, ноги, суставы. Вот. И все это вместе становится постковидным синдромом и обосновывает нашу терапию. К сожалению, мы продолжаем утверждать, что прямых признаков, позволяющих подтвердить или отвергнуть постковидный синдром, на сегодняшний день мы не знаем. Хотя, может быть, мы просто недостаточно активно проводим исследования, но мы не научно-исследовательский институт. Мы делаем все, к сожалению, за счет пациентов и не можем их грабить ради нашего научного интереса. Я напомню, что любимый нами великий терапевт начала 20 века Дмитрий Дмитриевич Плетнев говорил, что от органопатологии, от анатомических функциональных направлений надо переходить на целый организм, к антропатологии. Нет раздельной нервной и эндокринной регуляции, есть нейроэндокринная. Но я не случайно задал вопрос про НАПЖ и атеросклероз. Потому что это все на самом деле одно и то же. Это все действительно воспаление, эндотелиальные дисфункции, ну, в разных органах, которые проявляются по-разному. Значит, наша гипотеза, исходная, с которой мы начинали в 2020 году, когда впервые сформулировали название постковидный синдром, это один из вариантов проявления постинфекционного аутоиммунного тромбовоскулита с поражением прежде всего нервных тканей и венозного эндотелия. Ну, поскольку я прочитал уже, наверное, десятка-два лекций про постковидному синдрому, я не буду все это обосновывать, потому что все это можно найти на нашем YouTube-канале Московского городского научного общества «Терапевт». Смотреть, там полно этих лекций, полно морфологических, лабораторных обоснований для этой гипотезы. Ну, и получается, что все это, в общем-то, показания для применения прямых оральных антикоагулянтов. При постковидном синдроме все формы, кроме ипохондрической, при остром ковиде, начиная с рана, как можно раньше, в нашем случае у нас 5,5 дней в среднем начало применения антикоагулянта под первых признаками заболевания. При ковиде надо применять не меньше месяца, а, скорее всего, больше. Ну, а при постковидном синдроме от месяца до многих месяцев иногда мы возвращаемся к антикоагулянтам. С поствакцинальным ковидоподобным синдромом, к сожалению, у нас опыт не такой большой, но обычно тоже месяц мы даем не меньше. Обязательно еще раз подчеркиваю, все антиагреганты, прямые антиагреганты или косвенные типа НПВС, да, все должны быть отменены. Клопидогрель, аспирин обязательно отменяют. Меня иногда спрашивают, а как же? Вот у нас там стенд стоит, нам рекомендуют. Антикоагулянты перекрывают эффективность антиагрегантов. А вот сочетание антикоагулянтов с антиагрегантами крайне опасно с точки зрения развития кровотечений. Наши рекомендации мы держим неизменными. Апексабан 5 мг 2 раза. 2,5 мг, которые рекомендуются в России официальными документами, относятся к группе плацебо. Рироксабан ксаральта 10 мг 2 раза в сутки, один раз недостаточно. Табигатран мы даем 110 мг 2 раза в сутки. Почему 2 раза в сутки? Потому что время полужизни у всех этих препаратов примерно полдня, полсуток. Ну и, соответственно, для того, чтобы поддерживать постоянную дозировку крови, мы должны давать НУАКе 2 раза в день. Мне тут академик Сычев сказал, что у рироксабана снижение уровня факторов, фактора там, что он на 10 действует, да, в 24 часа сохраняется, может быть. Но когда мы даем антикоагулянты, мы говорим о их концентрации, а не об их действии, потому что действие может сохраняться и дольше. Но уменьшается концентрация, соответственно, эффект тоже должен снижаться. Значит, мы гордимся нашими полученными результатами. Несколько тысяч больных с острым ковидом показали нам летальность 0,3%, при том, что 20% больных, это был, наверное, я уже даже забыл какой год, в общем, это самая тяжелая волна ковида, не первая волна ковида. 20% больных у нас имели кислородную поддержку, применяли гормоны в домашних условиях. Есть данные из Киргизии о применении прекрасных эффектов свежезамороженной плазмы до 1 литра в сутки. Тоже я показывал многократно эти слайды. Вот, повторяю, что при постковидном синдроме 75% дают хороший результат в течение первых двух недель у нас наблюдения. И плазма ФРС при выраженных демилизирующих невропатиях, при тяжелом течении ДВС-синдрома в острой фазе. На ранних этапах постковидного синдрома очень эффективно. Ну и в некоторых случаях он драматически меняет течение болезни. Тоже я это в слайды показывал при поражении типа Гиен-Борре, там поперечного мейлита или что-то еще. Конечно, мы все время боимся и нас все время тыкают, ну как же антикоагулянты, они же вызывают кровотечение. Антикоагулянты не вызывают кровотечение никогда в принципе, у них нет такого эффекта. Антиагреганты вызывают, они прожигают дырку, она начинает кровить, антикоагулянты нет. Антикоагулянты могут усилить имеющееся кровотечение. Носовое, десневое, маточное, геморроидальное. Ну, мы недавно это обсуждали. Вот маточное, сколько мы женщин не ведем с менструальными кровопотерями. Ну, хорошо, если один-два процента говорят о том, что у них усилилась менструация. Так, в общем, мы даже не уменьшаем доз. Хотя мы это имеем, так сказать, в кармане такую вещь. Значит, ну все работы шли, к сожалению, по сравнению пуаков и варфаринов. Да, вы видите огромные цифры, 500 тысяч человек, фибрилляция. Пуаки вызывают существенно меньше кровозилияния и кровотечения, чем варфарин. Но тут же написано, нам не хватило информации о безрецептурных покупках других лекарств, таких как НПВС и аспирин. Но это, вероятно, затронуло только небольшое количество пациентов. Старше 65 лет, 70% людей имеют проблемы с суставами. Это значит, что 70% людей применяют НПВС. Сочетание антикоагулянта с НПВС, это резко повышает риск кровотечения. Поэтому, к сожалению, вот такая история. Значит, сравнения частоты кровотечения без антикоагулянта и антиагреганта вообще не существует. На сегодняшний день, во всяком случае, я не нашел. Но еще раз повторяю, антикоагулянты и антиагреганты это двойной синергичный удар по системе гемостаза. Здесь то же самое, ну, примерно то же самое, что апексабан меньше дает кровотечения, чем варфарин. все-все здорово. Но третья точечка, посмотрите. Риск смерти от любой причины был выше для пациентов, принимающих рероксабан, но это ладно. И низкие дозы апексабана. Почему низкие дозы? Да потому что они не работают. Это значит, что все тромбоэмболии, все тромбозы, которые были, на низких дозах апексабана сохранились. И поэтому, соответственно, риск никуда не делся. То есть это еще раз косвенно свидетельство о неэффективности малых доз апексабана. Ну, мы составили свою табличку, я ее уже тоже много раз показывал, о том, как оценивать ситуацию, если имеются те или иные проблемы с кровоточивостью. Ну, вот здесь стопроцентно нельзя давать, если есть кровотечение из язвы желудка или 12-перстной кишки. Ну, геморроидальное кровотечение нужно оценивать, насколько оно, так сказать, выражено, потому что очень часто это прожилки крови в каловых массах, тогда мы спокойно назначаем антикоагулянты. То же самое с менструациями. Ну, если выраженное носовое кровотечение в день начала приема антикоагулянта, наверное, надо воздержаться. Вот, а все остальное, вы видите, все довольно спокойно, да? Вот только применение НПВС мы тоже к нему относимся очень негативно. Уровень тромбоцитов никак не влияет на назначение антикоагулянтов, это мы давно уже изучили, у нас было много больных с глубокой тромбоцитопени, ничего страшного с ними не происходит. Ну, мы с самого начала подружились с компанией, которая выпускает препарат рибамид, и вот это препарат, который повышает уровень простагландина Е2 в желудочном соке, и, соответственно, защищает слизистую желудочно-кишечного тракта на всем ее протяжении. Но интересно, что у этого препарата есть плеотропные эффекты, он улучшает не только слизистую желудочно-кишечного тракта, но косвенно влияет и на эндотелиальную дисфункцию, и на атеросклероз, уменьшая микробные антигены, и уменьшая всасывание эндотоксинов, уменьшая медиаторы воспаления, то есть довольно интересный вопрос, который требует изучения. Насколько я знаю, институт геронтологии с этим препаратом тоже много имеет дело, и тоже занимается изучением. Гликокалис это внутренняя выстилка эндотелия, матрица на поверхности эндотелия из-за глюкоза аминогликанов, их отрицательный заряд отталкивает клетки, форменные элементы крови от эндотелия, не давая им приклеиться, не давая агрегировать на эндотелии, и тем самым защищает эндотелии от тромбоза. Вот, и мы здесь возвращаемся к тому, что эндотелиальная дисфункция это сегодня один из основных патогенетических механизмов при старении, при развитии заболеваний сосудов, в том числе в перековидный период. Тромбоваскулит приводит к повреждению гликокаликса. И сегодня известен сулодексид, хороший препарат, единственный эндотелиопротектор с доказательной базой, в том числе при COVID-19, при постковидном синдроме, который практически не обладает никакими побочными действиями, может применяться длительностью, в том числе с превентивной целью и без риска кровотечения. Он называется гепариноид, это похожий на гепарин и по методам получения, и по структуре, вот, но во всяком случае вот этот препарат, который мы тоже используем в тех случаях, когда имеется риск развития кровотечения у больных с острым ковидом, вот, он устраняет эндотелиальную дисфункцию, и вы видите вот на правой зелененькой картинке выстилка эндотелия, эндотелия покрывается выстилкой из солодексида, и соответственно препятствует микротромбообразованию и дальнейшему развитию воспалительных реакций. Здесь я привел доказательную базу, особенно вот две последние позиции, синенькие, выделены. Первое, это мы проводили метаанализ, систематический обзор по оценке применения ВСЛДУФ при тромботических заболеваниях вен, это еще было в 16-м году, мы показали, что у них уровень доказательности А. Ну, кроме того, вы видите метаанализ, метаанализ, систематический ревью, там и так далее, очень много проведено работ высокого уровня, доказывающих эффективность солодексида при самых разных заболеваниях. И совершенно неожиданно пришло общение, тоже я его цитировал, оно еще 20-го года, декабря 20-го года, о том, что раннее применение солодексида при остром ковиде снижает и частоту госпитализации, и продолжительность госпитализации, потребность в кислороде, ну, то есть примерно то же самое, что делаем мы с помощью антикоагулянтов, понятно, что у них было 8 дней от начала лечения, от начала первых симптомов, но тем не менее эффективность была показана, еще раз повторюсь, рандомизированных, хотя и ограниченных исследованиях. Ну, переходим к второй части нашего балета, обсуждаем осложнение. смотрите, вот только что академик Сычев на нашем пожилом больном 22-го 10-го, буквально 2 недели назад, чуть больше, показал этот слайд, количество сообщений, спонтанных сообщений врачей, то же официально делается в системе фармаконадзора, да, и вот мы видим первые годы, ну, понятно, идет какой-то рост, небольшой прирост туда-сюда до 19-го года, ну, плюс-минус все как-то так более-менее. В 20-м году прирост на 30% почти, ну, не на 30, чуть меньше, но прирост есть небольшой, а вот в 21-м, 22-м огромный прирост, причем зелененькие, это именно медицинские организации сообщали, а не фармкомпании. И с чем, как вы думаете, это связано? При том, что надо понимать, что этих сообщений, эти сообщения это примерно 10% от вообще развивающихся осложнений. Я думаю, что это связано с применением вакцины. Ну, не было ничего у нас другого. В 20-м году был тяжелый ковид, две волны, все было бы там, получилось в 21-м, 22-м. Вот больная 80-ти лет, она обратилась к нам в медицинское бюро дистанционно, тяжелая сердечная недостаточность, с асцитом, с акрационозом, с отеками, с дикой одышкой. Значит, все началось через несколько дней после прививки спутником в 21-м году. Сначала говорили об инфаркте, об инсульте, тромбоз вен нижних конечностей у нее был, лечилась стационарно, все, так сказать, нарастало. Мы ее госпитализировали, и там вдруг, честная, а у нее три порока, метральный, аортальный и тригоспитальный клаф. Причем частично с кальцификацией, частично, это значит, что они свежие довольно пороки. Три порока. Ну, хорошо, ну, всякие бывают, бомжи, мы ее спрашиваем, а вы вообще кто? Всю жизнь проработала на военном заводе, постоянно проходила диспансеризация, никогда никто про порок не говорил, кроме того, что у нее было незвращение овального окна в детстве. То есть, не было пороков, и вдруг они у пожилого человека, три порока сразу возникают. Ну, мы ее начали лечить антикоагулянтами, хорошо лечили, компрессионным бельем, к сожалению, оперативное лечение ей нельзя выполнить. Ну, мы не можем ничего доказать, что это прямая связь с вакцинацией, но тем не менее, тем не менее, эндомиокардит, тройной порог сердца, тромбоза вен с трансформацией в хроническую венозную недостаточность. Недавно я получил доступ к книжке, нет выходных данных, к сожалению, поэтому немножко такой сложный вопрос, обсуждение, публикации, но тем не менее, там масса ссылок на работу, которые есть, поэтому можно ее обсуждать. Значит, какие основные проблемы после применения МРНК вакцин. Тромбозы, тромбоэмболии, инфаркты миокарда, миокардиты и панкардиты, от 2 до 15 раз повышение частоты, диссекция, расслоение аорты, крайне редкая ситуация, вдруг она есть, ишемические инсульты от плюс 20 процентов до 60 раз чаще в разных работах, доминиализирующие заболевания, энцефалиты, гепатиты, поражение легких, нефрит, дерматиты и опоясывающий лишай. Ну, все, что здесь написано, относится к постковидному синдрому, так же, как и к поствакцинальному ковидоподобному синдрому. Ну, и вот отдельно стоят опухоли. Значит, обсуждается обратная транскриптаза, это переход РНК в ДНК хозяина, написано, что прямых данных об этом они не имеют, вот, но, инвиво, но в инвитро какие-то данные есть, потому что, чем объяснить рост опухолей, появление необычных опухолей, совершенно иных опухолей, ну, у меня пока нет никаких идей, кроме того, что это воздействие на ДНК. Ну, так это или нет, не знаю. Значит, вот месяц после вакцинации Pfizer 54% тромбоэмболилии локтной артерии, 42% повышение острого импакта миокарда, ДВС-синдром 90% плюсом и иммунный тромбоцит пеническая пурпура, тромботическая тромбоцит пеническая пурпура 44% добавилось. Ну, мне кажется, это очень много, очень много по сравнению с, все-таки это не самая частая патология, а тромбоэмболилии с инфарктом частые. Есть такая система ВАЙРС американская, это независимая система осложнений в США, она открытая, туда каждый может написать все, что думает. Значит, смертей в 45 раз больше, чем при вакцинации от гриппа. В 45 раз. Опасных реакций в 56,1 раз больше. Я хочу сказать, что ВАЙРС обращает внимание CDC, когда они публикуют свои данные, они ВАЙРС смотрят. Это не то, что какие-то там фрики занимаются неизвестно чем. Нет, это вполне легально все. Морфология представлена вот здесь очень интересно. Значит, ВАЙРС здесь вы видите инфильтрацию сосудистой стенки лимфоцитами и макрофагами. Это при более крупном увеличении здесь уже появляются и клетки нейтрофильного ряда, то есть идет воспаление. Здесь вы видите тромбоз сосуда, а здесь вот то, о чем я уже говорил, диссекция аорты, расшленение, разрушение стенки аорты и по данным автора, который это опубликовал, из 29 вскрытий умерших от прививок, да, вот этот синдром после прививок, в трех случаях была такая картина. Ну, три случая это очень много, я понимаю, что на 29, 3 вроде как чуть-чуть, но с точки зрения статистики это огромный прирост. Еще одна интересная работа, значит, связывают это с шиповидным белком, который начинает синтезироваться в результате этой прививки, клетки начинают синтезировать шиповидный белок, и вот здесь видно красной стрелкой показано отложение шиповидного белка в стенке сосуда, а в синей стрелке показано отложение шиповидного белка в глии головного мозга. Глии это макрофаги фактически, макрофагальная природа клетки, которые защищают мозг, нервные клетки, точнее нейроны от каких-либо патологических воздействий. Вот здесь идет накопление шиповидного белка. Значит, что они при этом пишут? Что тромбовускулит на первом месте как причина поражения нервной системы, аутоиммунный энцефалит, причем есть ссылки на образование, появление гликопротеида миелиновых олигодендритов. Мы этот механизм обсуждали, когда обсуждали применение плазмофореза в самом начале при остром ковиде, антитела вот к этому гликопротеиду. Это является прямым показанием для плазмофореза. Кстати, очень хороший результат был. Ну и есть антител негативный аутоиммунный энцефалит, но мы тоже видим, что не всегда мы можем найти какие-то антитела. Но это речь идет не о постковидном синдроме, а о поствакцинальном ковидоподобном синдроме, то есть то, что получается в результате вакцинации. Ну, приведу цитату из этой книги. На данном этапе истории нет необходимости ходить вокруг да около. Действия властей уже нельзя расценить как честные ошибки. Слишком много однозначно указывает на зловещую программу, стоящую за создание генных вакцин против ковид-19. Поспешное одобрение без необходимости, прямой угрозой принуждения, систематическая цензура честной науки, сокрытие прав до многочисленных погибших или тяжело пораженных жертв вакцинации продолжалось все это слишком долго, чтобы допустить какие-либо сомнения относительно намерений и целей. Наше правительство, а также национальные международные административные органы уже десятилетия ведут необъявленную войну против всех нас, и она будет продолжаться. Вместо того, чтобы полагаться на их предательское и злонамеренное руководство, мы должны позаботиться о себе и своих близких, проводить собственные исследования, искать честные ответы по здоровью, где бы они ни находились, будь то внутри или за пределами установленных площадок науки и общества. Я еще раз повторю, это цитата. Конечно, это цитата людей, которые против вакцинации, и мы понимаем, что здесь может быть какой-то элемент теории заговоров, хотя в принципе я со многим из того, что здесь написано, согласен. И сам, в общем-то, выступал против принудительной вакцинации, продолжаю против этого выступать, но самое главное, это изучение того, что произошло, что принесла нам эта вакцинация, и вот чем мне понравилась эта работа, эта книжка, что там очень много именно ссылок на научные исследования, на публикации, и можно оттуда получить достаточно много хорошей качественной информации. Таким образом, тромбоцитарно-эндотелиальная теория старения, которая, еще раз повторюсь, предложена больше 20 лет назад, заиграла новыми красками в свете понимания развития патологии, вызвано вирусом COVID-19, тромбо-воскулита, аутоиммунного происхождения и новых данных о роли ростовых факторов. Ну, еще раз поясню, ведь это все синдром хронической усталости не такая новая вещь. После любой инфекции на самом деле вы можете обнаружить те же самые симптомы, что и при постковидном синдроме. По-видимому, это уникальная, не уникальная, а общая реакция организма на различные возбудители, на вирусы, может быть, и на бактерии, потому что все то же самое. Делительная слабость, нарушения психические, нарушения сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. Может быть, мы просто впервые на это стали обращать пристальное внимание, ну, и из-за этого, в общем-то, стали это все выделять и обсуждать. Наряду с купированием тромботических процессов прямыми оральными антикоагулянтами, особенно в длительном периоде при постковидном синдроме, будут активно использоваться препараты, целевым образом направленные в восстановление эндотелиальной дисфункции. Ну, хочу здесь еще отметить, что сейчас Институт ревматологии активно обсуждает применение колхицина, при постковидном синдроме, у них есть, собственно, опыт. Ну, посмотрим, тоже, наверное, можно, мы, правда, им ни разу не пользовались. Длительное применение таких препаратов позволит затормозить процесс фибропластической трансформации ткани, развития функциональной недостаточности, то есть, позволит затормозить старение. Ну, и мы все-таки всегда говорим, что лечение должно быть правильным, мы выступаем против лечения выгодного, потому, что наше дело помогать больным, а не зарабатывать деньги. Спасибо. Вопросы пока чего-то я не вижу. Полная беспомощность от Nature. Ну, да, а что вы хотели? Они же, у них этого нет, ничего, они ничего не знают по воскулитам, по тромбозам. Они же при остром ковиде очень долго не давали антикоагулянт. Они были против, они были против применения больших доз гормонов, то, что у нас было уже в апреле, написаны, рекомендации вышли, наши, правда, не Минздравские. И мы, так сказать, спокойно применяем большие дозы гормонов короткими курсами при остром ковиде с прекрасным эффектом дешевый сердит. Пока английские ученые не написали про дексаметазон, у нас гормоны не использовались. Сейчас тоже используются дексаметазон, хотя лучше всего работает преднизолон и метилпреднизолон. Преднизолон вообще стоит копейки. Вот. Ну, хорошо, я так понимаю, спасибо, это здорово, но вопросов у вас нет, да?